Добрый день, дорогие друзья! Наша встреча проходит в прямом эфире Народного православного. Это программа «Четверть часа. Меня зовут Тимофей Обухов». Позвольте с большой радостью вам сообщить, что сегодня, 1 июля, телеканал «Союз» начинает показ цикла программ «20-й век. Эпоха Возрождения». Проект, если использовать гастрономические аллегории, как горячий пирожок, только что из печки, подается на общий стол. В нашем случае в эфир. Буквально вчера работа над его первыми сериями была закончена, при этом часть программ еще на монтаже. Предваряя возможные вопросы наших зрителей, отдельно остановлюсь на названии цикла «20-й век. Эпоха Возрождения». Такая формулировка, на первый взгляд, противоречит истории, как отечественной, так и общечеловеческой. Минувший век ассоциируется со страшными потрясениями. Первая мировая война. Октябрьский переворот 1917 года. Последовавшая за ним гражданская война. Массовая миграция. Вторая мировая война. И так далее. И вполне логично возникает вопрос. А где в этом списке возрождения, которые авторы приписывают в названии 20-му веку? Но именно такие переломные моменты истории, потрясения на фоне мира и благополучия, могут вести к возрождению духовному. Ну, давайте честно. Не то, что мы хотели бы жить в такую эпоху, но иной раз укоренение в грехе и забвении Бога, хоть личное, хоть общественное, преодолевается именно так. Молитва становится горячей и сосредоточенной в опасности. Откуда берутся силы, которых, кажется, не было раньше, и земное, бывшее на первом плане, уступает место небесному. И вот таких ситуаций, в результате которых в людях возрождалась вера в Бога и стремление к Нему, в 20-м веке было предостаточно. Среди общенародных бедствий и беспрецедентных гонений русская православная церковь явила сон новомучеников и исповедников верных Христу даже до смерти. И ныне предстоящих перед престолом Божиим. И в этом было духовное возрождение. Знаем мы и о возрождении духа во времена Великой Отечественной войны, ну а в конце 20-го века возрождались и души, и поруганные храмы. На заставке вы не сразу прочитаете название, и это вовсе не технический брак или неудачно выбранный шрифт. Это осознанный ход авторов проекта, потому что именно таким бывает возрождение. Очень, очень и очень постепенно среди руин вырисовываются черты или красавца храма, или образа Божьего в человеке. Собственно, с этим и столкнулся в свое время архимандрит Тихон Затекин, ныне настоятель Вознесенского Печерского монастыря в Нижнем Новгороде. А с 1990 по 1999 год наместник Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря. Отец Тихон и откроет зрителю страницы 20-го века в летописи Верхотурья и Екатеринбурга. Прошли сутки, и была объявлена война. И поэтому она в срочном порядке покинула Верхотурья. А ее сестра была в Екатеринбурге, принцесса Ватенбергская, Луиза, там у нее очень много имен. Они же предприняли поездку в Пермскую губернию. Они же были в Перми вместе, в Белогорском монастыре там были. И вот уже оттуда они проехали сюда, в Екатеринбург. Только она именно в Екатеринбурге осталась, а Елизавета Федоровна сразу же проехала в Верхотурье. Она через Кушву там проехала, побывала в Кушве. Подарила там Кушвинскому Троицкому собору икону преподобного Серафима Саровского. Вот, как бы память о себе оставила. Такой же подарок она сделала и Троицкому собору Верхотурскому. Архимадриту Ксенофонту, настоятеля Николаевского монастыря, она подарила собственноручную вышитую эпитрахиль, которую он хранил вплоть до своего ареста. В 1933 году он был как раз, жил здесь уже в Свердловске в это время. Ну как жил? Ну прятался по квартирам там, вот его верующие тоже скрывали там. И он в своих показаниях, значит, в следственном деле, значит, писал, что «И всегда была со мной эпитрахиль, подаренная великой княгиней Елизаветы Федоровной». Город тоже, в общем-то, готовился к ее приезду. Была такая красивая арка, такая замечательная, такая построенная, украшенная живыми цветами. Встречали, в общем-то, колокольным звоном все храмы города и монастыри, Троицкий собор, и женские, и приходские. То есть просто, ну, была помпезная, грандиозная встреча. И у стен монастыря, в общем-то, вот уже встречал владыка Серафим с Архимадритом Ксенофонтом. После встречи, естественно, проследовала в Христово-Сдверинский собор, где приложилась к этим мощам святого праведного Семена Верхотурского. Ну, а потом уже начались сами торжества, все ночные бдения, вот, которое закончилось где-то около 12 ночи. То есть очень большая была служба, и тем не менее, великая княгиня все выстояла, молилась, все. И потом уже в сопровождении Архимадритом Ксенофонта, значит, она отбыла вот в Покровский женский монастырь. Там же она исповедовалась, вот. И на другой день уже причащалась святых христовых тайн за божественную литургию в Христово-Сдверинском соборе. Прошла божественная литургия и принесли телеграмму, что объявлена мобилизация. То есть все началась война, в общем-то, с Германией. И, конечно же, владыка Серафим сразу же отслужил молебен о победе русского оружия. И Елизавета Федоровна молилась за этим молебеном, так, как она умела молиться. То есть просто все присутствующие, все монахи, которые были там, многочисленные паломники. То есть они просто вот видели ее сердечную молитву. То есть с какой теплотой, горячей верой она молилась у мощей святого праведного Симеона о победе русского оружия. А сколько телеграмм государь присылал в Верхотурский монастырь, чтобы именно молились о победе русского оружия. Друзья, и еще раз. Скажу, что это только лишь первая серия цикла программ под общим названием «20-й век. Эпоха Возрождения». Завтра ждите продолжения. Не расстраивайтесь, если какую-то часть вы не успеете посмотреть или, посмотрев, захотите порекомендовать своим знакомым, смело это делайте. Будут и повторы программ, и, конечно же, все материалы для вашего удобства будут доступны к просмотру на нашем официальном YouTube-канале, в соцсетях и на сайте tvdfisoyuz.ru. А теперь, продолжая тему Возрождения, предоставлю слово нашим коллегам из Нижнего Новгорода, где произошло по-настоящему историческое событие – освящение колокольни старинного Спаса Преображенского собора. Колокольный звон в Нижегородском Кремле. С двух холмов перекликаются друг с другом древний Михайло-Архангельский собор и возрожденная колокольня старинного Спаса Преображенского. В Нижегородском Кремле состоялось без преувеличения историческое событие – открытие возрожденной колокольни. Вот она на старой, дореволюционной фотографии, а вот она же сейчас на открытии 12 июня 2021 года, в День России. Такая святыня, такая красота, она радует всех нас. А для меня еще очень важно, что сюда будут приходить дети, молодежь и понимать, что это их родина. Что мы, Иваны, не помнят своего родства, а мы великий народ, у нас славная история и великий благословенный город. Перекликаются колокольни в пространстве и во времени. Здесь точка отсчета. Место, где сейчас расположена городская администрация – самый центр нового города, основанного в 1221 году. Мало кто знает, что этот город, по некоторым данным, был совсем маленький, вдвое меньше современного Кремля. Он стоял на одном холме, а не на двух, как сейчас. Его протяженность – от Дмитриевской башни до Георгиевской у памятника Чкалову. И в самом центре нового града – Спасопреображенский собор. Спасопреображенский собор в Нижегородском Кремле, колокольня которого воспроизведена, был построен в середине 19 века и разрушен в 1929 году. Но история храма на этом месте начинается значительно раньше. По некоторым данным, на Яблочный Спас 19 августа по нашему новому стилю 1221 года именно здесь, в только что построенном соборе в центре города, были произнесены те самые слова из летописи о заложении в усть-аки Нового Града. В начале 20 века здесь стоял Спасопреображенский кафедральный собор. В августе 1918 года кремлевские храмы были закрыты для богослужения. К 1929 году колокольня была разобрана. В том же году собор взорвали, построили Дом Советов. Через почти 100 лет в Кремле удается, не разрушая, возрождать утраченное. Рядом со зданием городской администрации воссоздана колокольня. Это, конечно, символ нашего сработничества. Потому что то, что было сделано за последние полтора года в Кремле с точки зрения возрождения святынь, это иначе как подвигом градостроительства сложно назвать. Я очень благодарен руководству митрополии, лично Владыке Георгию, за то, что мы вот так вот вместе решили, наметили, положили намерение на сердце, как он говорит, и все оказалось в конечном итоге сделано. Я вас всех, дорогие друзья, поздравляю. На церемонии открытия колокольни митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий осветил мозаичное панно, изготовленное в память о разрушенных храмах, которые находились на территории Нижегородского Кремля. В центре, над входом в колокольню, расположен образ спасителя. Слева от него образ великомученика Феодора Стратилата, а с правой стороны святого мученика Иоанна Воина. Мозаичное панно изготовлено из кусковой смальты, которая не боится воздействия атмосферных осадков и выцветания. Освящаются иконы сия благодатью Святаго Духа, а кроплено в действие священное, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Колокольня высотой 51,5 метр представляет собой удлиненный восьмирик с арочными пролетами звонов в верхней части, завершенный восьмигранным шатром с луковичной главкой. Отделка фасадов выполнена на высоком художественном уровне, из современных высококачественных материалов, характерных для архитектуры сооружений XVIII века. На колокольне установлен лифт и предусмотрена смотровая площадка. В определенные периоды сюда смогут подниматься нижегородцы и гости города и любоваться великолепным видом на 360 градусов вокруг – на город, реку, Кремль и Стрелку. Все корабли, все теплоходы, которые проходят мимо нашего Новгорода, будут видны. И, конечно, все будут смотреть на эту колокольню, на наш город, захотят все-таки остановиться в нем и посмотреть на наш город старинный, который в этом году исполняется 800 лет. Это такой прекрасный подарок для Нижнего Новгорода, для всех жителей. На колокольне установлены уникальные часы-куранты. Циферблаты изготовлены на Нижегородском машиностроительном заводе. Внешне они выглядят так же, как на часах, установленных на колокольнях в Дивеевском и Нижегородском Печерском монастырях. Золоченые цифры на черном фоне. Интересная особенность. На одном из этих циферблатов расположены славянские цифры, на другом арабские и на двух римские. Мелодичным звоном куранты отбивают каждые 15 минут и каждый час. Друзья, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире Народного православного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова